Девушки отдыхают Покажите нам свою косу Я такой красоты, люди добрые, не видел Я понимаю, что в вашем случае фен это очень необходимый предмет В доме у нас есть имиджмейкер Вадим Чумячев Здравствуйте Добрый день Катюш, а вы можете распустить свою роскошную косу? Мы хотим просто посмотреть, как это выглядит Просто Боже Ну, посмотрите Вот у нас Катюша с распущенными волосами Давайте, Вадим, рассказывайте нам, какие бывают замечательные фены Ну, начнем с фена под номером один Это профессиональный фен Во-первых, он довольно-таки тяжелый Катюш, возьмите, попробуйте Если сейчас он на первый взгляд не ощущается, что он тяжелый Но при работе минут 15-20 или больше Рука устает и затекает Поэтому, допустим, высушить такие длинные волосы таким феном Будет нереально Катюша не сможет это сделать и поднять Но огромное количество женщин в зале Вот посмотрите Многие из них, я понимаю, пользуются феном Поднимают корни волос Получается совершенно замечательный объем А что такое ионизация? Что такое ионизация? Никто ее не видел И, допустим, вот у меня есть фен ионизированный У меня есть фен с кварцевой лампой И одна из моих таких влиятельных клиентов Она мне просто говорит А давай мы попробуем, Вадюш, вот такой фен Я ее посушил один раз Она говорит, ой, ты знаешь, волосы увлажнены Я потрясающе выгляжу У меня держится укладка Это развод покупателей Да, а на следующий день я прихожу Мы начинаем опять укладывать Она говорит, слушай, он так воняет кварцем Давай-ка мы будем сушить обычным нашим феном Так, все понятно Кроме запаха А цена обычного фена с ионизацией Во много раз финансовым? Пять раз? Пять раз Ну, пять тысяч рублей вот И может стоить такой фен Ну и зачем оно надо? Так, давайте посмотрим на фен расческу Нужны ли все вот эти вот насадки Простому потребителю? Все зависит, как бы там, от самого покупателя Если женщине нравится, что у него много насадок И чисто визуально он ей нравится То она может его использовать Ну, допустим, я бы не стал его использовать Только потому, что, ну, вот мне кажется, что это все очень функционально Это все не очень удобно Ну да, вы просто переплачиваете вот какие-то вот за эти насадочки Ну, все это вот И стоит он, посмотрите, он стоит 1600 рублей 1600 рублей Я согласна с экспертом Почему? Потому что у меня такой лежит Я вот когда езжу на гастроли Я его, ну, брала, по крайней мере А не используешь совершенно А вот такой фен Смотрите, 2200 ватт Фен с длинным соповым Что это такое? Одно время была по телевизору реклама И нас уверяли, что можно добиться сумасшедшей, значит, объема Локонов и всего-всего тому подобного Ну, это полная туфта Ничего с этим феном добиться невозможно Вы будете его прикладывать к голове Кончики пластика будут вам царапать просто-напросто кожу Горячий воздух будет идти вам непосредственно прям вот К корням ваших волос Будет обжигать вам волосы Потому что он довольно-таки мощный 2000 ватт Это, вы не представляете, что это Если вот сейчас включить фен и поднести руку Вы ее сможете держать в просто очень короткое время То же самое Кожей головы можно сделать колоссальные ожоги Достаточно 1200-1500 ватт Совершенно достаточно для домашнего использования Чтобы высушить волосы И сохранить их здоровыми Я бы посоветовал аудитории использовать этот фен Во-первых, он не такой тяжелый, как, допустим, этот фен и вот этот Плюс короткое сопло, как бы, да, идет широкий выход воздуха Да, распределение Какие у него плюсы и какие у него минусы для потребителя? Легкий, удобный, достаточно мощный Небольшой Также его можно взять с собой в поездку Я не знаю, вот минусов Ну да, я бы, ну, какие тут, может быть, минусы? Минусов, мы не можем найти минусов у этого фена Это просто самый обычный фен Да, удобный Без каких-то наворотов Он стоит 1200 рублей И я так понимаю, поскольку к нему не дается много дорогостоящих насадок Мы здесь ни в чем не переплачиваем Не переплачиваем, да Вот этот вот фен Его, пожалуйста, Катюш, потрогайте Вот этот фен Как вам он кажется? Плюсы и минусы этого фена? Нет, ну, весишь ты несколько режимов, так что Нет, здесь, да, здесь есть несколько режимов, как бы Но самое главное Если мы покупаем фен просто для того, чтобы высушить волосы Пожалуйста, вот идеальный вариант А этот? Этот фен у нас предназначен для придания прически Объема каких-то локонов или еще-то Но только что вы сказали, что он это не делает Но он этого не делает Когда отложим его в сторону, он этого не делает Командировку не взять, в ванной не положить 1500 рублей, я бы такую не купила Хорошо, теперь вот этот Катя, как вам вот это? Вот куда вот это вот, да? Так, и между прочим, он стоит 1600 рублей И берем вот тот профессиональный фен Здесь минусов у этого фена, если выбрать профессиональные точки зрения Нет, здесь есть кнопка охлажденного воздуха Если мы сушим, допустим, поднимаем корни Мы тут же их охлаждаем, чтобы они застывали Вот Единственное, как бы для частного использования Для девушек, да, которые сами себя дома укладывают Приводят свои волосы в порядок Он тяжелый Представьте, вы его держите Нет, для мужской руки Нужно держать его вот так Ну, конечно Еще нужно держать расческу И это будет тяжело Еще нужно направлять по волосам в лобу И он стоит 1700 рублей Мощность у него 2200 ватт Ну вот и посмотрите, Катюш, вы бы какой выбрали, зная все Я вижу, взгляд смотрит на тот же фен Средний, да, потому что все эти излишества, они теряются, они ломаются Катя, раз фен понравился, забирайте его и используйте Дорогие мои, хочется подвести итог Если вы хотите купить фен, не гонитесь за ценой Самый дорогой не всегда означает самый хороший Не смотрите на большое количество насадок Большинство из которых вы, очевидно, использовать никогда не будете И живите дешево и сердито